Вот, и там хлебушек мой любимый, на закваске ржаной, я его очень люблю. Решила, почему бы нет. Ты не замерз, Ваня? Нет. Мне кажется, такой ветерочек не очень приятненький. Приятненький. Да? Давай. Вау! Я даже не вижу, куда... А, вон он. Чтобы я обратно не бежал. Иногда, знаете, не стоит как-то форсировать обстоятельства. Нужно отпустить, подождать, и решение придет само собой. Нужно отпустить, подождать, и решение придет. Криво. Криво. Заехала сейчас за хлебушком. Представляете, заехала в Авоку. Местные знают, что такое Авоку. Представляете, хлеб упаковали мне. Это же с ума сойти вообще. Как будто торт. Вот. А там хлебушек мой любимый, на закваске ржаной. Я его очень люблю. Решила, почему бы нет. Почему бы мне сегодня вкусно не позавтракать с таким вот хлебушком. Прям очень вкусно, очень люблю. Сделал гол. Сделал гол. Молодец. Слушай. Все. Поддержка. Последний день лета летнего лагеря. Теперь до следующего года. Да. Ну, Ваня, со следующей недели начинаются тренировки. Ура. Ура, да? Я русую в моей команде. Ты не сильно будешь скучать долго. Слушай, футболки дали? Да. Что на них написано? 2021? Нет, синие. О, какой дождь пошел. Смотрите. А где очень синий дождь? Синие футболки? Да. А вот такие вот, или как уже давали? Как уже давали. А, это вот. Это сильно. Да? Прям. Ну, такой довольно сильный. Да. Ты не замерз, Ваня? Нет. Мне кажется, такой ветерочек не очень приятненький. Приятненький. Да? Ты закаленный, что ли? Да. И дождь закаленный. После кампа мы закончили прям. Малость могла на кампу дать. Как такое могу дарить с Херли и с Джей мячом. В общем, немножко перевожу. Мы идем после лагеря, где Ванек еще раз научился очень высоко бить мяч и в Херлинг, и в Джей. Для нас он был тяжелый. Попросил, сказал мама. Пойдем сразу. Я покажу, как я научился. Я говорю, хорошо, пойдем. Мам, синий мяч был для футбола. То есть он тяжелый был. Я поняла тебя. Это для Джей, да? Да. В общем, теперь мы идем на наше местное футбольное поле. Да. Ну, давай до поля дойдем. Крутой, Ваня. А что ты делаешь? Как? Один на четыре. Один на четыре. Нельзя долго мяч в руках нести, да? Ого. А ты мастерски научился. Вот, что значит, ребенок. Ваня, тебе в цирке можно теперь выступать. Если работы больше нигде не найдешь. Нифига. Кстати, правда, прогресс хороший. Ну, пойдем, дойдем до поля. Не будем тут около окон экспериментировать. Как ты думаешь, вода холодная или теплая? Думаю, холодная. Думаю, холодная. Ну, аж. Средняя. Средняя, да? Ты бы скупался? Я бы не скупался, но мог бы дуб так помнить. Давай, вперед, мой друг. А ты такие маленькие делаешь так проще или так нужно? Так проще. А давай вхажем. Давай. Вау. Я даже не вижу, куда... А, вон он. А, вон он. А, вон он не бежал. Ничего себе. Сама, знаешь, что я киню очень высоко, я поймаю. А я не смогу так кинуть. Руками только, если? Ну да, сами. Сама, еще вокруг поднимать. И вот так. Мяч. Смотри. Мяч. Давай. Так тоже надо... Вау. Это мне очень нравится, когда ты несешь-несешь, а потом хоба и умеешь ловить. Вот это очень круто. Ты не устал, Вань? Кинешь вверх. Ну окей, кинут одной рукой. Ну я одной рукой как кину. Так я могу поднять. Позже камеру на пол, ты увидишь. Так показывай. А еще так. Стоим. Так. Давай. Так. Давай. А ты не торопись. Ты только что делал много раз. Начинаешь торопиться. Начинаешь торопиться. Ты мяч просто мало отбиваешь. Ты его посильнее отбивай. Видишь? Чтобы наскакивал сильнее. Пам-пам. Пам-пам. Все. И вот как поднимать. Да? Стой. Вот как поднимать. Интервал. Вот как поднимать. И вот как поднимать. Вот как поднимать. Стой. И вот как поднимать. Класс С вас лайк За такие труды, Ванькины, с вас лайк Итак, друзья мои На всякий случай еще раз с вами поздороваюсь Всем привет, потому что я не помню Поздоровалась я или нет Хочу рассказать вам Занимательную историю Как я вчера оказалась у стоматолога Значит, вчера У Вова было назначение На чистку зубов Он себе делал назначение Я не помню, там месяца, может быть, три назад В общем, очень давно До того, как мне сделали коронку Вот, значит, Вова Собираюсь к стоматологу Спрашивает меня Да, подождите Все, заново Мысли Вообще куда-то у меня разлетаются Так, сейчас я сконцентрируюсь И начну заново Значит, у меня С этой коронкой Возникли некоторые проблемы И я не знала, что мне делать С одной стороны, я понимала, что Мне нужно идти к доктору И эти проблемы как-то решать С другой стороны Доверять доктору Который уже один раз По моему мнению Напортачил Ну, как-то странно Потому что Переделывать Коронку Это значит Опять делать рентген Это значит Опять делать Анестезию Это что-то опять Обтачивать Вытачивать То есть Это мои нервы Это мое здоровье Я уже плюнула Думала Ладно, не буду я это вообще Коронку трогать Поеду в Россию Там будет видно Там переделаю В общем, я металась Я не знала, что мне делать Меня эта ситуация мучила У меня где-то, знаете, такое Вдалеке там где-то Молоточек-то стучал Жене надо что-то делать Но В общем, я не знала Что мне делать Поэтому вам не рассказывала Потому что я Была в таком подвешенном состоянии Я, честно говоря Решила пустить ситуацию На самотек Будь как будет И вот, значит Вова идет К стоматологу Чистит зубы И спрашивает меня Упомянут ли о тебе Что у тебя есть Какие-то проблемы С коронкой Я говорю Ну, упомяни, конечно Да Раз идешь Вот Он говорит Если они скажут Приходите Тогда я тебя запишу На какое-нибудь там число Я говорю Хорошо Значит, он возвращается домой И говорит Ты записана сегодня На 5.45 Я говорю Как сегодня? Я не готова Я не знаю Что мне сказать Вы понимаете Как Если бы я четко знала Что я хочу требовать Переделывание У меня коронки Или я там Буду требовать Чтобы мне Вообще ее сняли Я не знала Даже Что мне требовать Вообще Я не знала Что в итоге Мне надо От врача Но Я пустила ситуацию На самотек Она вывезла нас Вот сюда И я пошла К стоматологу Значит Какие у меня были Вопросы к нему Первое Цвет Несовпадение по цвету Вот эта частичная коронка Она Знаете как Сложно вот сказать Что она не совпадает По цвету Она не совпадает По Тону Что ли То есть Мой зуб Более Холодный Что ли А коронка Более теплая Короче говоря Как-то вот Ладно Первое Это цвет Второе То что Когда я Жую На этой стороне Что-нибудь типа Стейка Или Ну Какую-нибудь Довольно жесткую Такую пищу Я чувствую Какое-то Похрустывание Как будто у меня Песок внутри зуба Внутри коронки Дальше Я чувствую Границу По которой Коронка Прилегает к зубу Естественно Я не знаю Есть ли там Какая-то дырка Да Есть ли там Какая-то полость Или там все Герметично Я не знаю И третье Самое главное Самое важное Что с одной стороны Между коронкой И зубом С дальней стороны От вас Я не могла Почистить Нитью зубной Вообще То есть я просто В принципе Между коронкой И соседним зубом Не могла засунуть нить То есть она туда Вообще не входила Она немножко На какой-то миллиметр Наверное Входила Потом никуда Я ее вытаскивать Она даже не вытаскивалась У меня Она у меня Расслаивалась И потом Между зубами Торчали Вот простите за подробность Такие волосинки От нити От зубной Ну то есть Это вообще Какой-то ужас был Вот я значит Пришла к стоматологу Все это ему рассказала Он посмотрел Два раза Какой-то там Своей ковырялочкой Ковырнул Металлической И нить проходит И все чистится Он мне сказал Что просто Между коронкой Зубом Был какой-то Кусочек Цемента Он его вытащил Я этого даже Не заметила Все теперь нормально Чистится Значит Одну проблему Сняли По поводу Границы Что ощущается Граница Что нет ли там Какой-то Подполости Куда может попадать Еда Там Или что-то еще Вот Он Посмотрел Сказал Что там Все залеплено Как надо Но для моего Спокойствия Он отшлифовал Мне Коронку То есть По сути Он ее сточил До объема Зуба И теперь В принципе Поверхность Зуба Стала немного Более шершавая Не такая гладкая Как коронка Но теперь Я не чувствую Вот этой вот Границы То есть Теперь Там все Прям Ровненько Так Ну и что По поводу Похрустывания Это был тот Кусочек Цемента Он так считает Но это я пока Еще не знаю Потому что Я еще говядину Не ела Стейк Не могу ничего сказать По поводу Цвета В принципе Он мне объяснил Я с ним согласна Дело в том Что Вот моя коронка Она получается Совпала По цвету С соседними Зубами Но не очень Совпала С тем зубом На котором Она стоит То есть Видимо Очень сложно Частичную коронку Подобрать Так Чтобы она Прям Ну вот Совсем Попала В тон Он мне так Сказал Отчасти Наверное Я с ним Согласна Потому что У него есть Палетка Этих Материалов Этих Оттенков Да Я счастлива Я счастлива Довольна У меня Прям Камень С души Свалился То есть Считайте Что я Свою Эту коронку Доделала Довела До ума Вот Осталось Только Поесть Мясо Чтобы понять Так ли это Или нет Вот такие Вот дела Так что Я в который раз Убеждаюсь Иногда Знаете Не стоит Как-то Форсировать Обстоятельства Нужно Отпустить Подождать И решение Придет Само собой Вот Я уже Думала Забить на это На все общение Идти Дождаться России И не связываться Но Вот так получилось Что быстро И просто Денег С меня Естественно Не взяли Вот Так что Все окей С моим зубом Все в порядке Друзья У нас сегодня Такой Вкусный Ужин Картошечка Селедочка Я замариновала Лучок Все это Селедочкой Перемешала Селедочку Порезала На маленькие Кусочки Ну такие Вот обычные Кусочки У меня аж Слюна течет Не могу Салатик С крабовыми палочками Сделала Сейчас еще Майонез Надо достать Ну вкуснотища же Что-то так захотелось Такой вот Нормальной Еды Картошечка Селедочкой Вот смотрите Я Вчера в магазине Мы с Ваньком Были Я просто Поражаюсь Человеческой Находчивости Это Кусочки Чипсов Такие Знаете Раскрошенные Продаются Кружки Да То есть Я так понимаю На производстве Были какие-то Был какой-то Брак Не кондиция Они просто Все это дело Собрали В маленькие пакетики Сколько здесь Сорок Сколько Ты посмотрел Вот И Пожалуйста Получите Распишитесь Новый продукт И мы сейчас сидим Ванюк хочет попробовать Дай посмотреть Что там внутри Оооо Случай пахну Пахнет как чипсы Просто Ну да Видите Просто Не кондиция Упаковки Упаковки Нельзя Нельзя Да Ну это Ну как Понятно Вкусно Понятное дело Это те же чипсы Просто эти Ну я бы Что-то Кстати Переживаю Вань давай Лучше ты Я не хочу Чтоб ты так себе В горло Засыпал Можешь Тарелочку Насыпать И ложкой Есть Прикиньте Вот такую Фигню Продают То что Вот осталось То и Продают А мы За это Дураки Деньги платим Ну вкусно Да конечно Вкусно Это обычные чипсы Просто Получается Что мы Заплатили За то Что они Обычно Выкидывают Я думаю Бесплатно В принципе Кстати Мы наверное Дважды Даже заплатили Потому что Мы платим За некондицию Те деньги Которые входят В стоимость Нормальных чипсов Еще и Дополнительно За это Заплатили Вань Ты сейчас такой Взрослый Когда ты успела Так вырасти Приятного аппетита Слышно вам Как дождик Моросит Хотя Даже Моросит Наверное Неправильное Слово Довольно Сильный Дождь На улице Так спокойно Знаете Такая погода Уютная Мне нравится И воздух Такой свежий Свежий Прохладный На улице Никого Дождик Всех Загнал Домой Цветочки Мои Так Ладно Хватит Лирики Такой скрип Надо попросить Вову Чтобы он Дверь Наверное Смазал Я Сейчас Занимаюсь Уборкой На самом Деле Я сейчас Чистила Лестницу Боже Каждый раз Когда я Это делаю Я Просто Вот знаете Не знаю Даже Как вообще Можно было Догадаться Сделать Лестницу От входной Двери Обитую Светлым Ковролином Как вообще Я не понимаю Зачем вообще Ее ковролином Было обивать Тем более Светлым Практически От самого Входа Это моя Сплошная Головная Боль Это невозможно Нормально Не вычистить Не Выполисосить Нормально Потому что Все равно Одно дело Помыть Влажной Тряпкой С каким-нибудь Средством Да Там дерево Например Протереть Или я не знаю Там кафель И совершенно другое Эти ковры Елозить Которые Невозможно Вычистить Ничем Так Я вам кстати Показывала У меня вот такая Штука И это Как правильно Называется Не знаю Диффузер Блин Надо вылить Сейчас я розетку Выдерну Схожу Вылью Так Мне надо Сейчас посуду Разгрузить Загрузить Вот Это называется Диффузер По-моему Сюда Наливается Вода Добавляется Арома Масла И Вам в доме Обеспечен Вкусный Аромат Сейчас мы С вами Выберем Какой-нибудь Маслице Наливаем Водичку Сюда Дальше Я Решила Сейчас Налить Это Инжир Черная Смородина И роза Это Я как-то Где-то Заказывала Это Масло На самом Деле Это Не Знаете Сейчас Почему Я так Много Наливаю Потому Что Это Плохое Масло Это Не Эссеншел Оил Как По-русски Сказать В общем Типа Просто Ароматическая Какая-то Хрень Фигня Это Все Я Не Помню Где Я Заказывала Я Не Прочитала Пахнет Оно Нормально Но Оно Не Такое Концентрированное Как Эссеншел Масло Вот Поэтому Добавлять Нужно Больше Ну Соответственно Пользы От него Никакой Потому Что Если Вы Используете Масло Например Настоящее Эвкалиптовое Масло Тогда Это Не Просто Аромат В доме Это Еще И Польза Для Вашего Здоровья В общем Там Или Лаванда Или Лайм Или Лимон В общем Все Что Угодно Да Вот Это Какая-то Фигня Хотя Здесь Написано Pure Essential Ну Что Знаете Не Знаю Прям Мне Не Очень Понравилось Именно Вот Эта Фирма Надо Покупать Хорошее Масло В Аптеке Где-нибудь Или В магазине Где Продают Всякие Вот Эти Для Правильной Жизни Ингредиенты Так Где Мне Кнопочки Тут Можно Вот Так Оставить А Можно Включить Цветной Режим Сейчас Будет Цвет Меняться И Вот Уже Пошел Аромат Очень вкусно Пахнет Очень Вкусно Пахнет Было бы Еще Качество Хорошее Было бы Вообще Чудесно Пошла Чистить Туалет На Первом Этаже Мои Пока Поехали В Бассейн Вот Но Нам Завтра Придут Гости А Это Повод Для Того Чтобы Убрать Квартиру Поэтому Пойду Помою И Сяду Повяжу Наверное Или Гладить Пойду Посмотрим Посмотрим По настроению Пока Я Вот Знаете Как-то Воодушевилась Жду Гостей И Убираю Отправила Сейчас Ванька Уже Спать Он Кстати Сегодня Вова Сказал Просто Обалденно Поплавал Плавал На глубину Там Где он Не стоит Ну Вова Конечно С ним Рядом Был Но Тем Не Менее Он Прям Я Рада Безумно Вот Но Хочу Чтобы Он Прям Уверенно Чувствовал Себя На Воде Чтобы Короче Говоря Оттачивал Своё Мастерство Так Сказать Вот Потому Что Если Он Как Вам Сказать С Вовой Не будет Прогрессировать Я Хочу Тогда Отдать Его На Индивидуальные Занятия Потому Что Групповые Занятия От Школы Это Ну Знаете Так Просто Даже Не знаю Как Сказать Либо Либо Тех Кто Вообще На Воде Не Держится И Это Просто Такой Начальный Этап Для того Что Привыкать К Воде Либо Для Тех Кто Уже Плавает И Просто В качестве Физ Нагрузки Либо Бассейн Бассейны Сразу Сначала Учебного Года Для Групповых Тренировок Детских От Школ Или От Детских Садиков От Чего Там Еще Бывают Потому Что У нас Очень Большое Количество Заболевших Вот Не Такое Большое Количество Из Этих Заболевших В больницах Находится Это Радует Но Тем Не Менее Все Равно У нас Приличный Рост Заболеваемости Вот Не Знаю Как Будет Вот Такой Детский Спорт Крытый Работать Типа Бассейнов Не Знаю В общем Что Я Еще Хочу Сказать Я Сегодня Мне Такая Мысль В голову Пришла Я Смотрела Видео В Ютьюбе Один Канал Я Там Смотрю Периодически И Вот Я В этом Видео Встретила Женщину Которая Просто Дико Напоминает Мне Мою Знакомую Одну Из Воронежа Она Напоминает Мне Ее И Внешне И Манера Говорить И Поведение И Вот Какие-то Повадки Жесты Ну Я Думаю Что Это Ни Для Кого Не Сюрприз И Ни Новость Что В жизни Существует Очень Много Похожих Друг На Друг Людей Даже Мы Берем Публичных Людей Действительно Есть Просто Я Например Киру Найтли От Натали Портман До Сих Пор Не Отличаю Вот Поэтому А тут Вот Понимаете В моей Жизни Плюс У меня Я Вспомнила У меня На работе Тоже Был Случай Со мной Работала Одна Девочка Которая Безумно Просто Была Похожа На Мою Подружку Вот Всем Тоже И Внешне И Вот Голосом И Интонацией Какой-то И жестами Ну Просто Всем И Я Мне Кажется С ней И Начала Близко Дружить В том Числе И потому Что Она Мне Напоминала Мою Подругу Это Потом Уже Как бы Я Узнала Поближе И Мы В принципе С ней Вот Уже Как сказать Я уже С ней Подружилась Как С ней А не Как С Человеком Похожим На свою Подружку Вот То есть Очень Интересно Я поняла Что Сегодня Я посмотрела Видео Где Я встретила Как бы Знакомого Себе Человека Я В общем-то Восполнила Себе Вот Этот Пробел В общении Как будто Пообщалась С той Своей Знакомой Из Воронежа У вас Были Такие Случаи Когда Вот В жизни Встречались Лично Или Где-то Вот Виртуально Встречали Человека Очень Похожего На своего Какого-то Близкого И Ну Смотрели И получались Какое-то Общение С этим Близким Человеком Как будто Бы Очень Интересно Я только Сейчас Об этом Задумалась А еще Задумалась Интересно Есть ли Где-то Еще на Свете Такой Человек Как Я Похожий На меня Внешне Похожий На меня Поведением Голосом Представляете Такого человека Встретить Очень Интересно Было Так Ну Что Я Сейчас Пойду Хочу Сделать Себе Какую-нибудь Масочку Хочу В душ Хочу Прям Вот Знаете Так Отдохнуть Вова Меня ждет Потом Сериал Смотреть Мы кстати С ним Начали Смотреть Друзей Я Когда-то Естественно Друзей Смотрела Не Все Серии Но Такие Знаете Видно Что по телевизору Показывали То есть Смотрела Вова Не смотрел Вообще Никогда И он Категорически Не хотел Смотреть Почему-то Ему Этот сериал Заочно Не нравился На тот Момент Когда он Ему Не нравился Он Ни одной Серии Не видел Он Почему-то Был Категорически Настроен Я его Убедила Мы Начали Смотреть И Втянулись Втянулись Я В принципе Всегда Любила Этот сериал Мне кажется Он очень Такой Легкий Смешной Юмор Знаете Такой Еще В те Времена Был Даже Какой-то Добрый Что-ли Короче Я люблю Друзей У них Такая Квартира Там Уютная Мне всегда Нравилось Нью-Йорк Короче Класс Вот Поэтому У нас Планы На вечер Таких Время Уже Без Двух Минут Одиннадцать Вот Поэтому Я на сегодня С вами Прощаюсь Большое Спасибо За Просмотр За то Что Вы Потратили На меня На мое Видео Свое Время Это Очень Ценно Вот Ну В общем-то Крепкого Вам Здоровья Не Болейте Берегите Себя И Завтра Я Наверное Тоже Немножко Поснимаю Потому что К нам Должны В гости Прийти Я вам Уже Сказала Друзья Планируем Жарить Шашлык Несмотря На то Что Прогнозирует Дождь Будем Под Замтом Значит Жарить Шашлык Короче Класс Все 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 Чего И Вам Желаю Пока Пока Увидимся У вас Совесть Вообще Есть Нет Вставайте С моего места Это Начало Значит Вова Тут Уселся И Кэрик Нему Хоба Под Бачок Вал Аперат Давай Все Спокойной Ночь Встаем